Здравствуйте, это вопросы доктор, я врач-интенсивный терапевт Владимир Хиновкер. Сегодня вопросы про предгравидарную подготовку или подготовку к беременности. Ну, побуду немножко акушером. Как подготовиться к беременности? Как говорил незабвенный Михаил Михайлович Жванецкий, одно неловкое движение и вы отец. Ну, шутки шутками, а на самом деле я для себя выяснил, что существует такая междисциплинарная ассоциация специалистов репродуктивной медицины. Называется аббревиатура Марс. Так вот, они выдали целый протокол, целые рекомендации предгравидарной подготовки. Вот этой подготовке к беременности. Нужна ли она на самом деле? Послушайте, я не знаю. Ну, давайте скажем, во-первых, что Homo sapiens, это вот тот вид, к которому мы сами относимся, появился примерно по разным оценкам разных ученых от 150 до 300 тысяч лет назад. И тогда популяция этого Homo sapiens, который произошел из человека прямоходящего от Homo erectus, составляла примерно миллион населения. В 1800 году нас был миллиард, а вот сегодня уже 8,2 миллиарда. Как видите, репродукции человека на Земле пока ничего не угрожает, и нет никаких предпосылок к тому, что нас станет меньше или что мы можем выродиться. Если, конечно, сами себя не убьем всемирной катастрофой атомной. Ну, это одна сторона медали, другая сторона, конечно, антропогенная или человеческое влияние на окружающую среду. И человек, размножившись, не стал здоровее, хотя это утверждение тоже весьма спорное, продолжительной жизни у него все-таки в разы выросло. Так вот, говоря о том, что мы хотим, чтобы наше потомство было здоровым, прекрасным, красивым и, самое главное, лучше нас, наверное, нужно не перегибать палку, а сказать следующее, что если у вас есть проблемы со здоровьем, вы планируете беременность, то, конечно, эти проблемы нужно постараться решить до наступления беременности. Ну, в пределах разумного, конечно. Если у вас есть проблемы репродуктивного характера, проблемы с женской или мужской половой системой, то точно совершенно вы знаете, что делать, и ваш врач вам это подскажет. Однако, абсолютно здоровым людям, которые считают себя абсолютно здоровыми, им больше 18-19 лет, которым уже рекомендовано беременеть и рожать, а сегодня это прям целая государственная политика, нужно, конечно, пройти какой-то курс обследований, чтобы вдруг потом во время беременности уже не выяснить, что у вас там опущение почек, что у вас удвоение матки, что у вас еще какие-то проблемы серьезные. Вот такое вот скрининговое, простое внешнее обследование, безусловно, не повредит. Это первое. И второе. Совершенно точно нужно отказаться от вредных привычек. Бросить курить, прекратить неумеренно употреблять алкоголь, не употреблять разные токсические вещества, вредные для здоровья, постараться вести более-менее здоровый образ жизни, высыпаться и отдыхать, разнообразно питаться, если вы страдаете сбыточным весом, похудеть. Должен ли будущий отец готовиться к зачатию? Безусловно, отец – неотъемлемая часть зачатия, поскольку, как мы знаем, ребенок не только продукт Божьей любви, но и продукт встречи сперматозоида и яйцеклетки. Ну, в общем, насколько здоровая яйцеклетка и здоров сперматозоид, вот, в общем, настолько же и будет здоров в перспективе плод этой любви. Отцу тоже стоит заботиться о себе, и если есть проблемы со сперматогенезом, если есть проблемы с качеством спермы, то ваш врач-уролог-андролог вам поможет эти проблемы решить. Ну, а общие рекомендации остаются теми же. Бросайте курить, вставайте на лыжи.